Далее «Оскара» шутит директор Есенского комбината хлебопродуктов Владимир Карнушин. Статуэтка межрегионального конкурса «Директор года предприятия года» весомая в прямом смысле слова. Надежный партнер за успешное развитие бизнеса, за успехи в освоении производства новых видов продукции. Награды последних лет говорят о правильном курсе, который выбрал предприятие. Конечно, заслуга общая, всего коллектива. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное всем спасибо. Во-первых, поднять такой завод, вот сейчас вторую мельницу, и добиться таких успехов, качества, ну, это очень серьезно. Основной вид деятельности предприятия со временем открытия – это производство комбикорма. Ежедневно его производят здесь порядка 600 тонн. Столько же принимают сырья и такое же количество отправляют потребителям. Обрабатываем корма, смотрим соль в кормах, кальций, как это для курочек, хорошо, плохо. Корма всегда у нас хорошие получаются. Тщательный контроль над поступающим сырьем, за всеми этапами производства и готовой продукцией. Ни одна вредная бактерия не пройдет. Специалисты производственно-технической лаборатории свое дело знают. К тому же предприятие относится к четвертой категории опасности, а потому здесь ежеминутно держат руку на пульсе. Были случаи на соседних предприятиях, в областях, где были взрывы. Дай Бог, у нас все это обходится. Соблюдаем полностью технику безопасности, все мероприятия, которые положены по охране труда. По 11-му конвейеру проверьте нагрузку. Чтобы все линии работали, каждый бункер был наполнен и не было остановок, следят дозаторы и мастера. Их работа сродни работе авиадиспетчера, такая же напряженная и ответственная. Здесь вот у нас весь наш завод, то есть полностью сердце нашего завода. Посмотрели сюда, сразу все увидели, где какая проблема, что где происходит, какая нагрузка идет, как дробилки дробят. Ну полностью весь завод контролируется именно вот здесь. Год назад предприятие расширилось. Здесь запустили мукомольное производство. 250 тонн переработки зерна в сутки. В перспективе запуск второй линии. Без инвестиций Новосибирской птицефабрики не справились бы, признается Владимир Карнушин. Но добились желаемого качества и вышли к потребителю. Вот такая вот. В конце апреля евсинская мука наконец-то появится в крупных торговых сетях региона. Пробиться в них было очень непросто. Накормить своей мукой можем весь Новосибирский область, уверен директор предприятия. Никакого импорта не нужно. Сейчас продукцию охотно берут и в Якутии. Хороший коллектив, качественная продукция, перспективы развития. В конце мая евсинский комбинат хлебопродуктов отпразднует 15-летие. Признание заслуг предприятия на межрегиональном уровне весьма кстати. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...